Добрый вечер, меня зовут Кристина Тарказарян, я являюсь основателем и руководителем компании DioArt Consulting и сегодня хотела бы поговорить с вами о современном искусстве и о том, какую роль оно может занимать в нашей жизни. Прежде чем начать разговор о современном искусстве, мне бы хотелось бы, чтобы мы с вами подумали, какое представление возникает у большинства окружающих людей, когда они слышат понятие современное искусство. Мне кажется, большинство из нас наполняется тут же стереотипами и мифами о том, что искусство должно находиться в определенных местах, в определенной атмосфере, что современное искусство дорого, оно очень сложно для понимания и нуждается в очень глубокой интерпретации, что оно в принципе не создано для всех, оно создано для очень узкой аудитории людей. И мне бы хотелось с вами вместе развенчать эти мифы и немного обратиться с одной стороны к цифрам, а с другой стороны к нашему опыту, опыту нашей компании DioArt Consulting, которая как раз практически опровергает вот все эти постулаты. Говоря о статистике и, наверное, я скажу о европейском и западном рынке современного искусства, рынок искусства вырос за последние 10 лет в 13 раз. И это огромный рост, который показывает, безусловно, то, что современное искусство не могло стать менее понятным, оно наоборот становится более понятным и больше распространяется. Оно вместо того, чтобы сужать круг людей, которым им интересуется, оно наоборот привлекает новые аудитории. Мне кажется, очень много молодых людей входит в современное искусство и становится потребителями его. И если мы говорим о дороговизне, также несколько цифр. Вот те большие круги, которые видите на экране, это вот синий и фиолетовый круги как раз. К удивлению, 79% объектов современного искусства, которые были проданы в прошлом году, имели стоимость меньше 10 тысяч долларов. И половина из них даже меньше тысячи долларов. И здесь, конечно, вопрос о дороговизне не стоит, и именно поэтому мне хотелось бы сказать, что мы с вами абсолютно способны потреблять искусство, современное искусство на регулярной основе, и бюджетные ограничения не являются как таковыми актуальными. Ну и последний миф о том, что искусство должно находиться в определенных местах и в строго определенной атмосфере, это как раз та идея, которую я бы хотела представить в несколько ином виде и представить вам концепцию компании и нашей идеи. Основная ключевая идея и то, что стало основой нашего проекта, это искусство на рабочем месте. Мы имеем огромное желание, и мы работаем над этим, чтобы принести искусство в офисную среду, в деловую среду, в то место, где мы с вами проводим уже огромное количество времени. Это больше 60-70% каждого из нас. Мы уже давно не делим жизнь на работу и дом. Мы живем, работая, и для каждого из нас то вдохновение, те возможности получить дополнительные позитивные эмоции, которые мы получаем, совпущаясь с родными, близкими людьми, мы наверняка хотели бы перенести это в свое рабочее пространство. Если, наверное, в двух словах об идее, которая возникла и стала основой для нашего бизнеса, я по своему опыту до появления компании Duart Consulting была связана с корпоративным бизнесом. И в течение многочисленных командировок и поездок мне повезло попасть в офис компании, которая выставляла выставку современного искусства конкретно в пресепшен офиса. Меня поразила тогда эта идея, и она, в общем-то, в какой-то степени, наверное, попала в подкорку сознания и в свое время сработала как именно основная идея, стартовавшая данный проект. Если мы говорим о нашей с вами работе, какие ассоциации у нас возникают? Конечно же, стрессы, нагрузки, звонки, встречи. Мы все увлечены работой, мы все достигаем каких-то результатов. И нам кажется, что если мы сможем привнести в нашу рабочую атмосферу, в нашу деловую жизнь какой-то элемент вдохновения, какой-то элемент творчества, то от этого наша обстановка, атмосфера только выиграет. С другой стороны, давайте посмотрим на наших творцов, на наших художников, которые являются в какой-то степени символами эмоций, энергии, вдохновения. Это люди, которые находятся в постоянном творческом поиске. Люди, которые живут идеями, и которым есть что сказать миру, с одной стороны. С другой стороны, эти люди абсолютно точно обделены вниманием. Они не услышаны, во многих случаях не увидены. Их, к сожалению, для того, чтобы видеть работу художника, мы обязательно должны отправиться в какое-то конкретное место. И здесь для нас, конечно, тоже открывается новая возможность объединить эти два мира. И вот именно так мы видим себе свою миссию. Это миссия создания точек соприкосновения между двумя мирами, которые как бы живут в одном городе, но почему-то не соприкасаются. И вы знаете, последние несколько лет мы все время слышим от наших партнеров, коллег, «Какая у вас замечательная работа, как вам повезло». У нас действительно замечательная работа, нам правда очень повезло, потому что что может быть прекраснее того, чтобы сделать художника более счастливым и передать труды его и его работу тем людям, которые тоже становятся более счастливыми и успешными от этого. Теперь немного о практической плоскости того, чем мы занимаемся. Наш арт-портфель состоит из довольно конкретных ключевых продуктов, которые разрабатываются с одной стороны под каждого клиента, тем не менее имеют какое-то понимание общей комвей. Первое, конечно, это корпоративные коллекции искусства, которые мы создаем для наших клиентов, и которые создаются, вы удивитесь, на условиях продажи картин и объектов искусства, а также на условиях даже аренды, потому что есть компании, для которых инвестиции в искусство не являются фокусными, и для них возможность обновлять свои коллекции искусства, возможность адаптировать их под определенное время, либо атмосферу являются тоже интересны. Мы проводим выставки современного искусства в деловых пространствах, мы проводим обучающие семинары, мы проводим лекции, даже мастер-классы для сотрудников. И, как это ни удивительно, мы с вами говорим об этой идее достаточно абстрактно, но на западном рынке идея настолько популярна, что по ней проводятся исследования. И то, что вы видите на экране, это исследования, которые были проведены в Соединенных Штатах Америки, 94% людей, опрошенных по поводу применения или использования искусства в рабочем пространстве, считают, что оно повышает комфорт рабочего пространства. 78% считают, что оно снимает стресс. Это одна из самых, мне кажется, важных функций, если мы говорим о рабочем пространстве. 64% считают, что оно повышает креативность и продуктивность. И, наконец, немного о самих проектах, которые мы проводили. Вы видите на экране проект под названием «Новые измерения», который мы создали для одного из наших клиентов, это юридическая компания, работающая в Москве. Вы видите, насколько необычные работы художника Петра Бронфина, именно эта необычная пластика, именно эта необычная геометрия, кажущаяся простота, которая только подчеркивает естественность этих работ. Вот это все вместе создает как раз то новое измерение, которое получили те люди, которые находятся в офисе, и их окружают эти работы. Это с одной стороны. С другой стороны, художник Петр Бронфин получил возможность доступа к новой аудитории, новые выставочные пространства, и это сделало его, естественно, более оцененным, по крайней мере, увиденным и услышанным, что тоже очень важно. Это выигрышная ситуация для всех сторон. Еще один проект, это проект, который мы делали для консалтинговой компании, также работающей в Москве. Вы видите, он называется «Ход слоном», и вы видите ту самую ключевую картину, которая стала центральным объектом этого проекта. Это картина художников Сергея Калеватых и Лилии Баласановой, называется «Медиум виртуальности». И компания, которая работала в области консалтинговых услуг, увидела в ней отражение своих ценностей, своего ритма жизни, своей корпоративной культуры. И, в принципе, мне хотелось бы сказать, что мы делаем наши проекты, исходя не из дизайнерских интерьерных задач, а именно из смысловых. Мы стараемся, чтобы любая коллекция, которую приобретает и создает наш клиент, она бы отражала бы какую-то задачу, которую ставит перед собой клиент. Это могут быть ценности компании, это может быть стратегия компании, это может быть мироощущение компании, но именно это является основой и суть любой коллекции, которую мы создаем. Вот то, что вы увидите дальше, это та же, кстати, коллекция, которая, как вы видите, создана абсолютно в разных стилях, и здесь нет единой линии ни в стиле изображения, ни в теме. Задачей было именно создать коллекцию, которая объединит разных людей, работающих в офисе, которая позволит каждому сотруднику найти ту самую одну работу, которая бы отражала бы его мироощущение. Тоже пример совершенно другого стиля работ. Ну и, наконец, кто может устоять против такой замечательной картины, которая всегда в офисе напоминает нам о том, что кроме работы есть жизнь, и в конце концов у нас всегда впереди выходные, и вот эти краски, эта фактура, работа в велосипеде Лилии Волосановой, конечно, никого не оставляет равнодушными, и, кстати, является любимой работой в компании. Ну, завершая свое выступление, я бы хотела сказать, что мы живем в очень интересное время. Искусство проникает во все сферы деятельности человека и будет использовать любые всевозможные каналы, и это замечательно. И мне кажется, нам надо приветствовать выход искусства из музеев, из строго определенных мест, попытку его приблизиться к нам, если возможно, сделать все для того, чтобы самим приблизить искусство к себе, потому что от этого наша с вами жизнь становится только ярче, многообразнее, полноценнее и счастливее. Спасибо вам большое. Спасибо.